Чаша бассейна спортивной школы «Виктория» уже практически готова. Завершён монтаж нижней части плитки, и уже завтра рабочие приступают к облицовке бортов объекта. Параллельно с этим идёт укладка противоскользящего покрытия вокруг чаши. Эти работы планируется завершить к 25 октября. Руководитель школы Ольга Егорова практически постоянно контролирует весь процесс. Открыть бассейн вовремя – это дело чести. Ведь за время ремонта удалось сделать самое главное – не только сохранить действующий чемпионский и педагогический состав, но и набрать новых маленьких абитуриентов, которые с нетерпением ждут начала тренировок. Бассейн очень востребован. Этот вид спорта очень популярен в нашем городе. И слава богу, что мы смогли всё-таки сохранить этот бассейн, благодаря усилиям и администрации, муниципалитета и помощи депутата, непосредственно Ивана Ивановича Демченко, депутата Госдумы, и всем родителям, которые приняли очень активное участие и помогают, и сейчас активно сдают добровольные пожертвования на развитие материально-технической базы, потому что все понимают, что проблем очень много. У нас полностью сохранилось отделение плавания, и более того, мы продолжаем выступать на соревнованиях. И вот с последних соревнований с ЮФО у нас Женя Искаков привез 7 золотых медалей, Катя Корниенко привезла 2 золотые медали и бронзу-серебро. Юлия Кизнер очень хорошо выступает на первенстве края, мы привозим призовые места. Саша Бокова у нас выступал на всероссийских соревнованиях. То есть дети продолжают выступать. И, конечно, в этом огромная заслуга родителей, что они поддерживали и нас, и своих детей, и мы вот сохранили и бассейн, и отделение. Но самое интересное и ценное скрыто от глаз посторонних посетителей. Это станции насосного и очистного оборудования. Аналогов этим системам в Краснодарском крае практически нет. Монтажом занимаются краевые специалисты, которые еще 9 лет назад взяли на обслуживание спортивный объект «Виктория». Теперь, демонтировав старые коммуникации, они демонстрируют передовые технологии, используемые при строительстве бассейнов европейского стандарта. Это автоматическая станция дозирования. Она контролирует подачу хлора, и уровень PH в воде, то есть, чтобы вода не имела ни кислотную, ни щелочную среду, то есть, для безопасности купающихся. Данная станция самая современная, и самая максимальная, что можно быть придумана пока что на данный момент, по именно этому классу оборудования. Она автоматически контролирует уровень PH, уровень хлора и уровень редекса. Больше, лучше, наверное, сейчас у нас еще ничего не придумали. Все ремонтные и монтажные работы планируется завершить 1 ноября, после чего бассейн заполнят водой и проверят под нагрузкой систему водоподготовки. А в конце ноября спортсмены уже смогут приступить к тренировкам. Субтитры создавал DimaTorzok